Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители канала Дели Европа Онлайн. Это такой экстренный выпуск моего интервью из Миколаевича Хатаппинга и, конечно, посвященного мятежу Евгения Пригожина, лидера группы «Багнер». Насколько для вас стало удивительно то, что произошло вчера, и ожидали ли вы такого скорого продвижения Пригожина в России? Ну, особого удивления не было. Вот вчера уже вечером я комментировал не один раз, потому что уже позвонили, там написали, говорят, как-то заколебался, почему идет все по тому сценарию, о котором ты говорил. Я всех вынужден, наоборот, охлаждать и говорить, что то ни присказка, ни сказка, сказка будет впереди, потому что это, конечно, не военная хунта, это всего лишь спусковой механизм перед репрессиями, и крайне важно, как отреагирует власть, вернее, как она отреагирует, это понятно, это надо устраивать репрессии, то есть это необсуждаемая история, что власти нужно применять репрессии в отношении военно-политического руководства, спецслужбы и же с ним. Ну вот, вопрос, можно сделать правильные репрессии, можно сделать неправильные репрессии. Понятно, что гражданские части гражданских под эту раздачу попадет, но это уже как раз мелочи в этой части системы, в оба управления. А вот как репрессии власть проведет, так и будет понятно, ну вот ближайшую, словом говоря, неделю-две, какие репрессии устроят, от этого будет, и я могу сказать, какая хунта будет приходить в ближайшие 3-5 лет. Ну вот, по большому счету, вчера, когда я вечером комментировал, я сказал, что это ночь для подразделения, ну, вернее, для нескольких министерств, ГРУ, Министерство обороны и ФСБ, для принятия, соответственно, решения, потому что на вчерашний вечер ситуацию можно было разрулить, ну, без особых каких-то проблем, ну, потому что заявление Евгения Пригожина, ну, это заявление Евгения Пригожина. Сейчас ситуация действительно напряженная, пока не очень, честно скажу, ясная, потому что на мятеж это, похоже, очень мало, продвижение в какую-то условную Москву с целью чего, не очень понятно, но прохождение через города с точки зрения военного парада тоже не очень понятно, заход в какие-то государственные учреждения совсем непонятно, зачем, что там, кто забыл, это для обычного гражданина там сидит чиновник, а когда чиновник оттуда выходит, это обычный офис. Если у тебя нет доступа к тем или иным ресурсам по управлению, к платежным счетам, нет доступа к серверам и же с ним, то это обычная офисная история, то бишь, если это речь идет про мятеж, то очень непростая ситуация для ДРГ, которая является, в общем, по факту подразделения Вагнер, вот, они должны другое делать, они должны быть на военных складах и на командных пунктах, а не ездить с показательными выступлениями по центрам городов. Поэтому, в общем, не могу сказать, что это было неожидаемо, потому что с каждым разом я все больше и больше отлавливаю, что, как это, мало того, что книжки не читаем, так неповоротливость государственной машины, принятие оперативных решений, не очень жестких, не очень сильных, но именно оперативных. А поскольку большая часть чиновников во всех министерствах и ведомствах, включая военные и спецслужбы, ждут какой-то отмашки, ну, потому что лучше как-то за инициативу наказуем, а вот за инициативность, в общем, никого не наказывают. Это приводит к тому, что они едут по трассам. Уже организованы искусственные пробки из живого щита, поэтому скорость, конечно, продвижения снизится, фундаментально снизится. Ну, поэтому насчет того, что будет захвачена Москва, ну, режим КТО в Москве, поскольку я понимаю, что не все зрители жили в 90-е в Москве, он был несколько лет, поэтому сейчас режим КТО, версия light, она прямо ни о чем, то есть режим КТО был в 90-е куда-как жестче и круче. Поэтому так, что ближайшая скорость жизни Евгения Пригожина идет на дни. Не знаю, насколько ему удастся сохранить свою собственную жизнь, но это очень, как это, ставка больше, чем жизни. Я этот фильм частенько приводил, по-моему, он югославский, если не изменяет память. Дмитрий Валерьевич, вот вчера все началось с того, что якобы Министерство обороны России обстреляло в позиции ЧВК «Вагнер». Собственно, об этом заявил как раз Евгений Пригожин, и это послужило как бы началом вот этого марша на Москву. Это мне очень сильно напомнило провокацию России, которая была на временной конференции первой в Гданской области 22 февраля прошлого года, когда они послужили как бы началом полномочесторанного вторжения. А неужели ни спецслужбы, ни кто не были в курсе планов Пригожина по созданию такого, если хотите, глявица? Я этого не исключаю, но опять-таки для того, чтобы принимать какие-то решения, в том числе по Пригожину, нужна отмашка начальника. А поскольку начальник с Пригожиным не встречался, он хранил такую стандность, когда ты не понимаешь начальник, в какую сторону. Типа мы могилем Пригожиной или наоборот возносим для одного губернатора Санкт-Петербурга, потому что он позволяет себе многое, а это же позволяет со смолчаливого согласия, это тоже очень-очень важно. Этот аспект, он всегда, как говорится, никуда не девается. Дмитрий Валерьевич, вот эта вот встреча, которая произошла у Пригожина и Евкурова, вот это понятно, что ничего просто так в уличную плоскость не попадает. И здесь для Иглажина было важно появиться возле Евкурова, достаточно известного человека еще с 90-х годов. Вот какой это знак, на ваш взгляд? Это попытки заручиться поддержкой всей остальной армии, когда попытки перейти в самом стойком, на свою сторону. Вот для чего нужно вам это показать на встрече, когда Пригожин сделал замечание Евкурову, что он такой, что вы обращались к мне на ты? Да? То есть как бы делая ему замечание, переводя его в систему равных отношений. Вот для кого это видео с вами нуждает? Ну, это в первую очередь нужно было Пригожно, потому что, как я говорил, ему нужно подняться по статусу. Сейчас у него задача изменилась, после того, как ситуация эскалировалась, ему нужно выжить. То есть есть небольшой шанс на... Ну, есть два сценария. Первый сценарий, условно говоря, он погибает от рук жидобандеровского наемника из ближнего круга, который поддержал власть и там либо отравляется, либо попадает под кувалду. Сценарий крайне высокий, либо просто исчезает, как таковой, там, во взрыве Хаймарса, мины или еще чего-то, там, героя России будущего. Либо второй, это шанс, на который я оцениваю, не очень большим, 5-7%, что он договаривается с властью и успешно военно-транспортной авиацией улетает в одну из африканских республик, где начинает развивать русский мир и, соответственно. Ну, мы об этом только говорили, я сказал, что это один из важнейших сценариев для Пригожа. Если он не сможет получить официальный статус, то ему нужно передислоцироваться, перегруппироваться, выждать паузу и сделать это лучше на территории какой-то нейтральной страны. Африка к этому смыслу больше подходит там, куда проще затеряться. Дмитрий пропагандисты, то же самое Рамзан Кадыров и прочее. В какой момент, на ваш взгляд, Пригожин, он выпал из политического эстеблишмента? Единственное, что ему осталось, это перейти Рубикон и фактически поставить все на ставку, включая свою жизнь. Когда наступил тот момент, у него Пригожина просто не оказалась другого выхода. мы это отмечали, периодически говорили о том, что слабые ходы и то, что у него отбирают, его представители отбирают пропуска в штаб, где он может решить вопросы. Сильному ходам относили службу сына Пескова в подразделении Вагнера, но из сильных ходов это все закончилось, а все остальное, в том числе и публичную критику, я относил к слабым ходам. В том числе я вчера относил к слабым ходам публичную историю с заявлением. Хочешь сделать переворот, делай. Что ты моросишь. Так что так. Дмитрий Ильич, спасибо вам большое за это интервью. Огромная благодарность в счет на то, что мы встречались с вами вчера, но у нас такая внеплановая встреча. Дмитрий Ильич Потапенко, известный участник политико-приниматель в Лусине с нами на этих канала Daily Europe Online. Ну что ж, зрители, будем наблюдать. Спасибо большое, Дмитрий Ильич. Спасибо.